Антология чтений Слов Всемогущего Бога Существенное различие между воплощенным Богом и людьми, которых использует Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому Бог выполняет свою работу, неустанно перемещаясь среди различных людей, и в целом Он использует для этого людей. То есть в течение всех этих многих лет работа Божья никогда не останавливалась, но неустанно продвигается вперед в человеке вплоть до сегодняшнего дня. Хотя Бог сказал так много слов и выполнил так много работы, человек все равно не знает Бога. И все это по той причине, что Бог никогда не являлся человеку, как и потому, что он не имеет осязаемой формы. Поэтому Бог должен привести эту работу к завершению, побуждая всех людей познать практическую значимость практического Бога. Для достижения этого Бог должен осязаемо явить свой Дух людям и выполнять свою работу в их среде. То есть лишь когда Дух Божий принимает физическую форму, облекается воплоть и кровь, и, видимо, ходит среди людей, сопровождая их в жизни, иногда показывая себя, а иногда скрывая, лишь тогда люди способны прийти к более глубокому Его пониманию. Если бы Бог лишь оставался воплоти, Он не смог бы в полной мере завершить свою работу. После работы в течение определенного периода времени воплоти, когда Он выполнит то служение, которое нужно совершить воплоти, Бог покинет плоть и будет работать в духовной сфере в образе плоти. Именно так, как это делал Иисус после того, как определенный период времени Он работал в нормальной человечности и совершил всю ту работу, которую Ему надлежало совершить. Можете вспомнить текст из Путь 5. Я помню, как Мой Отец говорил Мне, «На земле исполняй лишь волю Отца Своего и выполнить Его поручение. Ничто иное тебя не касается». Что ты видишь в этом тексте? Когда Бог приходит на землю, Он выполняет лишь свою работу в божественности. Вот что Дух Небесный вверил в воплощенному Богу. Когда Он приходит, то приходит лишь за тем, чтобы повсюду говорить, возвещать свои речения различными методами и с различных точек зрения. В основном Он ставит своей целью и рабочим принципом оснащать человека и научать его. Он не заботит себя такими предметами, как межличностные отношения или подробности человеческой жизни. Его основное служение – говорить за Духа. Когда Дух Божий осязаемо появляется воплоти, Он лишь обеспечивает жизнь человека и открывает истину. Он не вовлекается в работу человека. Иными словами, Он не участвует в человеческой работе. Люди не выполняют божественного труда, а Бог не участвует в человеческой работе. Все те годы со времени пришествия Бога на землю для выполнения своей работы Он всегда делает ее через людей. Но этих людей нельзя считать воплощенным Богом. Они всего лишь люди, которых использует Бог. Но Бог сегодняшнего дня может говорить непосредственно с позиции божественности, возвещая голосом Духа и работая от имени Духа. Все те люди, которых использовал Бог на протяжении веков, точно так же представляют собой работу Духа Божьего в плотском теле. Так почему же нельзя именовать их Богом? Но Бог сегодняшнего дня – это так же и Дух Божий, который работает непосредственно воплоти. И Иисус тоже был Духом Божьим, который работал воплоти. Оба они именуются Богом. Так в чем же различие? На протяжении веков все люди, которых использовал Бог, обладали способностью нормально и разумно мыслить. Всем известны принципы человеческого поведения. У них нормальные человеческие идеи, и они оснащены всем тем, чем должны обладать обыкновенные люди. Большинство из них обладает исключительными способностями и наделено большим природным умом. В работе с этими людьми Дух Божий использует их способности, которые являются богоданным даром. Дух Божий использует их способности, используя сильные стороны этих людей в служении Богу. Сущность Божья, однако, свободна от идей и свободна от помыслов. К ней не примешиваются человеческие намерения. В ней нет даже того, чем оснащены нормальные люди. Другими словами, Бог даже не сведущ в принципах человеческого поведения. Вот как это выглядит, когда сегодня Бог приходит на землю. Его работа и Его слова не запачканы человеческими намерениями или человеческими помыслами, но представляют собой прямое проявление намерений Духа, и Дух работает непосредственно от имени Бога. Это означает, что Дух приходит, чтобы работать, не соприкасаясь ни в малейшей степени с намерениями человека. То есть, воплощенный Бог непосредственно представляет Божественность, свободен от человеческих помыслов или идей, и у Него нет понимания принципов человеческого поведения. Если бы работу выполняла одна лишь Божественность, то есть, если бы работу выполнял один лишь Сам Бог, для Него не было бы никакой возможности исполнять работу на земле. Поэтому, когда Бог приходит на землю, Он должен располагать небольшим числом людей, которых Он использует для работы в человечности, наряду с той работой, которую Бог выполняет в Божественности. Иными словами, Он использует человеческий труд, чтобы поддержать свою Божественную работу. Иначе для человека не было бы никакой возможности вступить в прямой контакт с Божественной работой. Именно так обстояло дело с Иисусом и Его учениками. Во время Своего пребывания в мире Иисус отменил старые законы и утвердил новые заповеди. Он также изрек множество слов. Вся эта работа была выполнена в Божественности. Все иные – Петр, Павел и Иоанн – основывали свою последующую работу на фундаменте слов Иисуса. То есть Бог начинал Свою работу того века, открывая начало периода благодати. Другими словами, Он принес новую эру, отменил старую, а также исполнил слова «Бог есть начало» и «конец». Другими словами, человек должен делать человеческую работу на фундаменте работы Божественной. После того, как Иисус сказал все, что Ему нужно было сказать, и завершил Свою работу на земле, Он покинул человека. После этого в Своей работе все люди действовали в соответствии с теми принципами, которые были выражены Его словами, и они реализовывали на практике те истины, о которых Он говорил. Все это были люди, трудившиеся для Иисуса. Если бы работу выполнял один лишь Иисус, то сколько бы слов Он ни говорил, люди все равно не смогли бы войти в соприкосновение с Его словами, поскольку Иисус работал в Божественности и мог говорить лишь слова Божественности, и Он не мог разъяснять предметы до такого уровня, на котором обычные люди могли бы понять Его слова. И поэтому Иисусу нужны были апостолы и пророки, которые пришли вслед за Ним, дополняя Его работу. Это принцип того, как работает воплощенный Бог. Используя воплощенную плоть, чтобы говорить и работать для завершения работы Божественности, а затем используя немногих, а может быть и большее число угодных Богу людей, которые дополняют Его работу. То есть Бог использует угодных Его сердцу людей для того, чтобы они пасли и поливали человечество, чтобы все люди могли получить истину. Если, будучи облеченным воплоть, Бог выполнял бы лишь работу Божественности, не прибегая к дополнительному содействию угодных Его сердцу людей, которые трудятся в согласии с Ним, тогда человек не получил бы никакой возможности понять Божью волю или вступить в соприкосновение с Богом. Бог должен использовать угодных Ему нормальных людей для завершения этой работы, чтобы они надзирали над церквями и пасли бы их, чтобы выйти на тот уровень, на котором человеческий мозг способен познавать. Иными словами, Бог использует малое число угодных Ему людей, чтобы делать перевод той работы, которую Он совершает в Своей Божественности, чтобы она могла быть раскрыта. То есть, чтобы преобразовать язык Божественности в человеческий язык. И тогда все люди смогут Его постигнуть, все смогут понять Его. Если бы Бог этого не делал, никто не понимал бы Божественный язык Бога, поскольку угодных Богу людей, в конце концов, весьма немного, а способность человека к восприятию слаба. Вот почему Бог избирает этот метод лишь когда Он трудится в воплощенной плоти. Если бы работа совершалась лишь в Божественности, человек никоим образом не мог бы познать Бога и соприкасаться с Ним по той причине, что человек не понимает языка Бога. Человек способен понимать этот язык только через содействие угодных Богу людей, которые поясняют Его слова. Если бы, однако, с человечеством работали только такие люди, это могло бы лишь поддерживать нормальную жизнь человека, но не могло бы преобразовать характер человека. В таком случае Божья работа не могла бы иметь новую исходную точку. Это была бы все та же старая песня, все та же старая заурядность. Жизненный характер людей может претерпеть изменения лишь через посредничество воплощенного Бога, который говорит все то, что необходимо сказать, и делает все то, что необходимо сделать во время периода своего воплощения. После этого люди трудятся и испытывают переживания в соответствии с Его словами. Только так может измениться характер их жизни, и они смогут плыть сообразно с течением времени. Работающие в божественности олицетворяет Бога, а работающие в человечности это люди, которых Бог использует. Другими словами, воплощенный Бог по своей сущности отличается от людей, которых использует Бог. Воплощенный Бог способен выполнять работу божественности, на что не способны те люди, которых Бог использует. В начале каждого периода Дух Божий говорит лично, чтобы положить начало новой эре и ввести человека в новое начало. Когда он перестает говорить, это означает, что работа Бога в божественности завершена. После этого, для того, чтобы войти в свой жизненный опыт, все люди следуют водительству тех, кого использует Бог. Подобным же образом, это является этапом, на котором Бог вводит человека в новый период и дает каждому новую исходную точку. На этом работа Бога воплоти завершена. Бог приходит на землю не для того, чтобы усовершенствовать свою нормальную человечность. Он приходит не для того, чтобы выполнить труд нормальной человечности, но лишь для выполнения работы божественности в нормальной человечности. То, что Бог говорит о нормальной человечности, не соответствует представлениям о ней человека. Человек определяет нормальную человечность как наличие жены или мужа, а также сыновей и дочерей. Это доказательство того, что человек нормален. Бог видит это иначе. Он воспринимает нормальную человечность как наличие нормальных человеческих мыслей, нормальной человеческой жизни, рождение от нормальных людей. Но его нормальность не включает в себя наличие жены или мужа, или детей, того, что подразумевает под нормальностью человек. То есть для человека нормальная человечность, о которой говорит Бог, это то, что он счел бы отсутствием человечности. Почти полным отсутствием эмоций, кажущимся отсутствием плотских потребностей. Чем-то подобным Иисусу, который обладал лишь внешней оболочкой нормального человека и который облегся в подобие нормального человека, но по сути не в полной мере обладал всем тем, чем должен обладать нормальный человек. Из этого можно видеть, что сущность воплощенного Бога объемлет не всю полноту нормальной человечности, но лишь часть того, чем должен обладать человек. Эта часть служит для обеспечения функции нормальной человеческой жизни и поддержки нормальных человеческих мыслительных способностей. Но все эти вещи не имеют никакого отношения к тому, что считает нормальной человечностью человек, а не то, чем должен обладать воплощенный Бог. Есть, однако, люди, утверждающие будто сказать, что воплощенный Бог обладает нормальной человечностью, можно лишь, если у него есть жена, сыновья, дочери, семья. Без этого, говорят они, он не является нормальной личностью. Тогда я спрашиваю тебя, есть ли у Бога жена? Возможно ли, чтобы у Бога был муж? Может ли Бог иметь детей? Разве все эти утверждения не вводят в заблуждение? Воплощенный Бог, однако, не может выпрыгнуть из расщелины в скале или упасть с неба. Он может лишь родиться в нормальной человеческой семье. Вот почему у него есть родители и сестры. Все это аспекты, которые должна иметь нормальная человечность воплощенного Бога. Так обстояло дело с Иисусом. У Иисуса были отец с матерью, были сестры и братья. Все это было нормальным. Но имея Иисус жену, сыновей и дочерей, Он не обладал бы той нормальной человечностью, которой должен обладать воплощенный Бог на основании намерения Божьего. В таком случае Он не смог бы работать от имени Божественности. Именно поэтому у Него не было ни жены, ни детей. И тем не менее, Он был рожден от нормальных родителей в нормальной семье, чтобы иметь возможность выполнять работу Божественности. Чтобы еще больше разъяснить этот вопрос, тот, кого Бог считает нормальным человеком, это человек, рожденный в нормальной семье. Только такой человек пригоден для выполнения Божественной работы. Если же, с другой стороны, у человека есть жена, дети или муж, то он не пригоден для выполнения Божественной работы по той причине, что обладает лишь нормальной человечностью, которую требуют люди, но не нормальной человечностью, которая необходима Богу. Зачастую мнение Бога и понимание людей различаются в огромной степени, как небо и земля. В этой стадии работы Божьей есть много такого, что противоречит человеческим понятиям и в огромной степени отличается от них. Можно сказать, что эта стадия Божьего труда всецело состоит из непосредственной работы Божественности, а человечность играет вспомогательную роль. Поскольку Бог приходит на Землю, чтобы самому совершать свою работу, вместо того, чтобы позволить человеку приложить к ней руку, Он облекает себя воплоть несовершенного нормального человека для выполнения своей работы. Он пользуется преимуществами этого воплощения, чтобы представить человечеству новый период, чтобы рассказать человечеству о следующем шаге своей работы и попросить людей жить в соответствии с тем путем, который Он описывает в своих речениях. На этом Бог завершает свою работу воплоти, и Он готовится оставить человечество, не пребывая более воплоти нормальной человечности, но скорее отходя от человека, для того, чтобы приступить к другой части своей работы. Затем, используя угодных Его сердцу людей, Бог продолжает свою работу на Земле среди этой группы людей, но в их человечности. Воплощенный Бог не может оставаться с человеком вечно, потому что у Бога есть много иной работы. Бог не может связывать себя узами плоти. Он должен сбросить плоть, чтобы выполнять ту работу, которую нужно выполнить, даже если Он делает эту работу в плотском образе. Когда Бог приходит на Землю, Он не ждет, пока достигнет той формы, которой надлежит достигнуть нормальному человеку, прежде чем умереть и покинуть человечество. Вне зависимости от возраста Его плоти, когда работа Бога окончена, Он уходит и оставляет человека. Для Него такая вещь, как возраст, не существует. Бог не считает дни относительно протяженности человеческой жизни. Вместо этого Он завершает Свою жизнь в оплоти в соответствии с этапами Своей работы. Возможно, есть люди, которые считают, что, приходя в оплоти, Бог обязан развиться до определенной степени, стать взрослым, дожить до старости и уйти только тогда, когда откажется функционировать Его тело. Таково человеческое воображение. Бог действует не так. Он облекается в оплоть лишь для выполнения той работы, которую Ему надлежит выполнить, но не для того, чтобы жить как обыкновенный человек, который рождается от родителей, растет, создает семью, начинает карьеру, обзаводится детьми или испытывает жизненные взлеты и падения. Все это жизнь обыкновенного человека. Когда Бог приходит на землю, то Дух Божий облекается в оплоть, но Бог не проживает жизнь обычного человека. Он приходит лишь для того, чтобы выполнить одну часть своего плана управления. После этого Он покинет человечество. Когда Бог облекается в оплоть, то Дух Божий не усовершенствует нормальную человечность плоти. Скорее, в предопределенное Богом время начинается непосредственная работа божественности. Затем, после выполнения всего, что Ему нужно сделать, после полного завершения Своего служения, работа Духа Божьего на этом этапе завершается. В это время заканчивается и жизнь воплощенного Бога, вне зависимости от того, прожило ли Его плотское тело, полагающийся Ему срок. Другими словами, какой бы стадии не достигла жизнь плотского тела, и сколько бы лет оно не прожило на земле, все определяется работой Духа. Это никак не связано с тем, что человек считает нормальной человечностью. Возьмем для примера Иисуса. Он прожил воплоти 33,5 года. Что касается продолжительности жизни человеческого тела, то он не должен был умереть в таком возрасте, и он не должен был уходить. Но данный вопрос меньше всего беспокоил Духа Божьего. Как только его работа была завершена, тело было изъято, исчезло вместе с Духом. Это принцип, по которому Бог работает воплоти. И поэтому, строго говоря, воплощенный Бог не обладает нормальной человечностью. Повторяю, Он приходит на землю не для того, чтобы жить жизнью обычного человека. Он не организует вначале нормальную человеческую жизнь и лишь потом начинает работать. Скорее, как только Он рождается в нормальной человеческой семье, Он способен выполнять божественную работу. В нем нет ни грамма человеческих намерений, Он свободен от них. Он не плотский, и Он, конечно же, не приемлет обычаев общества и не вовлекается в человеческие помыслы или идеи, и уж тем более, Он не ассоциируется с человеческими философскими воззрениями. Такова работа, которую намеревается делать воплощенный Бог. И такова также практическая значимость Его воплощения. Бог облекается воплоть прежде всего, чтобы осуществить тот этап работы, который необходимо реализовать воплоти. Он не вовлекается в иные обыденные процессы, и Он не проживает опыт обычного человека. Та работа, которую необходимо выполнить воплощенной плоти Божьей, не включает в себя нормальный человеческий опыт. Поэтому Бог облекается воплоть ради совершения той работы, которую Ему нужно совершить воплоти. Остальное не имеет никакого отношения к Нему. Он не проходит через столь многочисленные обыденные процессы. Как только работа Бога завершается, заканчивается и значимость Его воплощения. Окончание этого этапа означает, что та работа, которую Богу необходимо выполнить воплоти, завершена, и служение Его плоти свершилось. Но Он не может бесконечно трудиться воплоти. Он должен двигаться дальше, к иному месту работы, к месту за пределами плоти. Лишь таким путем работа Божья может более полно завершаться и более успешно расширяться. Бог работает согласно Своему изначальному плану. Ему со всей очевидностью понятно, какую работу следует выполнять и какую работу Он завершил. Бог ведет каждого человека к тому пути, который Он уже предопределил. Никто не может этого избежать. Лишь следующие водительству Духа Божьего смогут войти в покой. Вполне возможно, что в более поздней работе не Бог будет говорить воплоти для того, чтобы вести человека, но руководство человеческой жизнью будет осуществлять Дух в осязаемой форме. Лишь тогда сможет человек конкретно прикоснуться к Богу, взглянуть на Бога и более полно войти в ту реальность, которой требует Бог, чтобы практически Бог усовершенствовал его. Такова работа, которую намеревается совершить Бог, то, что Он планировал издавна. Из этого всем вам надлежит увидеть тот путь, который вы должны избрать. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова